Ладно, у тебя же методы. Я ему сделала такое укутывание, через 2 часа еще раз. И у него сначала после первого из 41 сбилась температура до 38,5, после второго 37 и счется. И больше температура не поднималась. Всего лишь было 2 укутывания. А теперь, да. У меня вопрос. Если вот тогда ваша температура, как же согреваться? Ну ты же не кипятком согреваешься. Это же температура все равно тела. И недолго ты нагреваешься. Это всего лишь 3 минуты, чтобы тебе было... После аспирина вы тоже нагреваете. После чего? Аспирина. Поняли, да? То есть это можно при температуре делать, потому что бывает забит. Но если маленький ребенок, можно вообще в холодную воду окунуть и вытащить, и завернуть. Но большому человеку... Это очень проверено. Это многие так делают. Вот это в 20-25 минут понижает температуру. Эту процедуру можно повторять несколько раз в день. Она безвредная. Ну дать немножко отдохнуть. После того, например, если температура... Вот эта процедура... Все делается так же самое. Вот вы делали. Человек прошло 20 минут. Вы его разворачиваете. Ну не сразу его всего раскрываете, а вытащили одну руку, протерли носок. И можно еще, если очень сильно высокая температура, сделать вот спиртовой, уксусный. Помните, мы делали развод? Одну ручку протерли, вытер другую. Ножки так, туловище, списку. И сразу человеку в сухое, под одеяло. Вот такая процедура. Эту же процедуру, это тоже самое. Так же завернули. Человека можно оставлять до полутора часов. Это очень сильно успокаивающе. Например, возбужденные дети, которые гиперактивные, которые не могут успокоиться. Когда у тебя тревожное состояние. Человек лежит полтора часа. Помните, даже Диму Соринову в Кирьяковке делали такую процедуру. Потому что у него, например, напряжение. У детей экзамены. Там или все что-нибудь. Вот такую процедуру курс делать, это очень хорошо. А еще, сейчас мы узнали, вот при этом эмоциональном здоровье, которое мы вам рассказывали, что если делать эту процедуру 21 день, 21 раз, то человек избавляется от депрессии и тревожных состояний. Люди при депрессии, например, мы там были на лагере, свидетельствовал, где молодой человек, где мы смотрим, что у него депрессия была 8 лет. Представляете, сколько человек мучился. И эта процедура усиливает. И если сюда прибавить питание и прибавить движение, то мы можем полностью помочь человеку. Даже можете молиться, я в понедельник тоже иду делать двоим депрессионным вот такую процедуру. Вот это буду укутывать. Теперь, можно лежать до 3 часов. И это будет мощное согревающее средство. То есть, если у вас хронические бронхиты, или еще какие-то вот простудные заболевания, которые вам надо хорошо прогреться, то есть, вы в этом положении оставляетесь до 3 часов. Как с туалетом. Ну, 3 часа же вылежать нужно. Поэтому лучше сходить перед процедурой. А во-друге, можно одеть памперс, если человек не может выдержать. То есть, ну, можно памперсодеть или какую-то прокладку, чтобы, если человек вдруг захочется, чтобы он не бегал в этой простыне в туалет и не прерывал процедуру. То есть, можно в первый раз посмотреть от 1,5 до 3 часов вот эта процедура. Рекомендую до 3 часов при депрессии лежать вот в таком. Вот в ангаренках клиники у них такой метод, они таким методом лечат людей. Поняли, да? Что такое испанский плащ? А ну, повторите. Температура воды. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 20. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 8. 5. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 11. 11. 10. 14. 16. 16. еще три часа я просто решила, а потом моя позиция, которая пригласила на лягу, Калик